МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ліда і Аня працювали продавцями-консультантами в магазині одягу. Аби виплатити кредит на квартиру, Ліда здавала подрузі кімнату. Вони легко уживалися вдома і на роботі, аж поки не той злощасний ранок. Проспала, що? Ти бачила, щоб наш старший продавець проспала? Ти помниш такое? Добре утро, Ігорь. Тільки утро сьогодні взагалі не добре. Ви во скільки вчора ушли? Да, якобычно. А що случиться? Точно, якобычно. Давайте так, хто последний уходив? Ну, Оля уходила, а она кассу осталась снимати, а ми домой пошли. А що случилось? Що за допросом? А що, що? С утра ни кассира, ні касса. Доброго. Ну що, вияснили? Как би нічого конкретного, і последний оставалася Ольга. Ідемо поговоримо в кабінет. Значит, дівечки, вставайте здесь, закрывайте магазин, і відсюду ни шагу. Ідемо. Доброго. Я впервые видела Ігоря в такому состоянии. Ми з Ані були ошарашені його допросом. Было понятно, що неприятностей не избежать. Але тоді я навіть не подозривала, що це тільки начало. І о спокійній жизни мені придеться забыть надолго. Тепер подальшу доля дівчат була повністю в залізних руках власниці Светланы. Черт! 9 тисяч! І що ці барышні говорять? Та нічого. Говорять, що шли раніше Олі, як раз коли така кассу закрывала. Угу. Думаєш, не врут? Та нет. Слушай, а я ця трубку берет? У нее вообще телефон отключим. Слушай, а може давай в милицию позвоним? Так, не какой милиції. Сами разберемся. Ты давай іщи связи в органах, в частном порядке. І будем работать, отрабатывать деньги. Подожди, то що нам нового старшого продавця искати? Да нет. Давай кого-то із цих двох. Кого, кстати, думаєш? Не, ну, Лиду, конечно. Я так і думала. Слушай, я смотрю, в последнее время на тебе приличный голос кружить. Слушай, то, що ми з не зустрічаємся, не має ніякого відношення к цьому вопросу. Ти прекрасно знаєш, що нам гораздо смішлені Ані. Ладно, ладно. Убедію. Тоді вводі її в курс дела. Як думаєш, породній хвати? Да, конечно. Хорошо. І ніяких амуров на роботі. Хорошо. С тебе спрошу. Ідем. Пока начальство разбиралось, ми з Ані себе места не знаходили. Я з ужасом думала, як ми будемо доказывати, що ми не при чому. Рішення, яке прийняло керівництво магазину, здавалося б мало заспокоїти дівчат. Але, як виявилось, неприємності на цьому закінчились не для всіх. Так. І почему магазин до сих пор не подготовлен к открытию? Так вы сами сказали... В общем, магазин должен работать. Лида, с сегодняшнего дня заступаєш вместо этой Олі. Ігор введет тебе в курс дела. Тебе все ясно? Да, Светлана Викторовна. Подождите, а я? А что ты? Ты отвечаешь за зал, как и раньше. Так мне за двоих теперь работать? А когда новый человек появится? Нового человека не будет. По крайней мере, пока не разберемся с кражей. Мне не нужны здесь чужие новые глаза. Ну, не знаю. Пусть тогда Лида мне помогает. Будем как-то вдвоем справляться. Аня, у Лиды новых обязанностей достаточно. В общем, хватит пустых разговоров. Открывайте магазин. И, девочки, я вас прошу, о краже ни слова. Мне не хватало еще здесь органов. Пойдем. Ань, вот видишь, а мы с тобой переживали, что нас по милициям затаскают. Как все здорово закончилось. Кому здорово, а кому впахивать за двоих. Ань, ты чего? Ничего. Занимайся. Тебя же теперь новых обязанностей достаточно. В тот момент я не придала значения Аниным словам. Если честно, меня больше интересовал вопрос, почему повысили именно меня. Неужто Игорь замолвил за меня слово? Да, между нами уже несколько месяцев были отношения, но мне больше хотелось верить в то, что меня повысили не из-за этого, а из-за того, что я хороший работник. Не зважаючи на то, что после окраины рвового дня девчата приехали домой очень виснаженны, Ліда все же таки решила облаштовать небольшое святкование своего неочекованного подвищения. Анюк, ну чего ты стоишь? Садись. Отметим удачное окончание сегодняшнего дня. Столько всего сегодня навалилось, и с кассовым аппаратом пришлось разбираться. И документацию на весь товар принимать. Если б не Игорек, я не знаю, как бы я со всем справилась. Да, кассовый аппарат это, конечно, все очень серьезно и сложно. А то, что я одна за двоих в зале пошу, ты об этом подумала? Я, между прочим, сегодня даже не обедала. Ань, ты чего злишься? Ничего. Или ты думаешь, я не догадываюсь, кто тебя на это место пропихнул? Да при чем тут это? А при том, что я в магазине дольше тебя работаю. И опыта у меня больше. С клиентами я лучше общаюсь. Если бы не твой служебный роман, это место было бы мое. А ты бы бегала по залу. Да после таких слов я даже разговаривать с тобой не хочу. Ну и пожалуйста. Я сегодня с клиентами вот так наговорилась. Если честно, я была в шоке. Аньке, конечно, характер не подарок, но я никогда не думала, что она еще и такая завистливая. С того дня девчата на работу приезжали нарязно и спілкувались только вимушенно. Звычайно, это пометил Игор и решил трутиться. Цего разу, как керевник. Привет. Привет. Давай, Калис, что у вас? Саньке поссорились, да? С чего ты взял? Все в порядке. Ну что ты мне рассказываешь? Ну я же помню, как вы раньше с ней общались. Я тебя наедине вообще нигде не мог словить. А сейчас уже который день не общаетесь? Да, поссорились. Думаю, из-за того, что не ее повысили в должности, а меня. Уже третий раз опаздывает. Наверное, мне назло. Послушай, ну дружба-дружба, но я хочу дать тебе совет. Пока не поздно, ты должна поставить ее на место. Ты же старший продавец. Ты, между прочим, тоже мой начальник. Что ж, будешь меня отчитывать? Ты повода не даешь. Аня, а ты на часы смотришь? Ты уже 20 минут как должна быть на работе. А какое твое дело вообще? Ты занимаешься кассовым аппаратом? Вот и занимайся. Аня, ты не забывайся, пожалуйста, на секундочку со старшим продавцом разговариваешь. И ты должна реагировать на все ее замечания адекватно. Сейчас иди работай. Слушаюсь и повинуюсь. Я, если честно, не представляю, как вы теперь будете вместе жить. Будем как-то. У меня выхода нет. Ну, а может быть, тебе пора и сказать, чтобы съезжала? Да я бы с радостью. Но ты же понимаешь, что у меня кредит. А все расходы я одна не потяну. Ну, а если вместо подруги заедет друг? Хочешь сказать? Ну, а почему бы и нет? Мы с тобой давно встречаемся. Я думаю, самое время уже съехаться. Хм, можем попробовать. В тот момент я была счастлива. Ведь предложение Игоря переехать ко мне говорило о том, что у нас не просто мимолетный роман. Но, знаете, как-то промикнула мысль, что все у нас слишком быстро происходит. Вдома Ліда довго не наваживалась поговорить с подругою. Але саме цього вечера Аня неочікувано сама перервала ворожу мовчанку. Лидок, я к тебе. Зай, мне не дает покоя, что мы с тобой так повздорили. Ты все-таки моя лучшая подружка. Очень хорошо, что ты зашла. Я как раз хотела тебе сказать, что у меня несколько изменились обстоятельства. Какие обстоятельства? Мы с Игорем решили съехаться. Поэтому он переехать ко мне. Так что, сама понимаешь, тебе нужно искать новое жилье. То есть, ты меня выгоняешь, да? Прекрасно. А ты понимаешь, что я не потяну отдельную квартиру? Аня, я же не говорю, что ты прям завтра должна собирать вещи. Поищи объявление, посмотри. Может, кто-то ищет соседку или отдельную комнату сдаешь. Мне было жаль Аню. Нас многое связывало, но между подругой и любимым человеком я выбрала Игоря. Тем более, что своим поведением в последние дни Аня облегчила мой выбор. Памятаючи на останову Светланы разобраться с крадежкой в магазине, Игор звернувся по допомогу до своего друга Максима, який працював в милиции. Ладно, понял. Пробьем мы твою Ольгу по базе. А вот ты совсем не радуешь. Звонишь только тогда, когда тебе что-то надо. Макс, ну послушай, я знаю, что пропадать начал, но прости, сейчас дело действительно не в проворот. Ладно, не оправдывайся. Я вижу, какие у тебя дела. У самого такая запара. Я же Ленке предложение сделал. И она согласна. Слушай, да я тебя поздравляю. Поздравишь потом. Я вас приглашаю в субботу на дачу. Там помолвку и отметим. Почему бы нет? Мы согласны? Давай, удачи. Я с вами был рад познакомиться. Услышав, что мы вместе пойдем на помолвку, я немного заволновалась. Просто знаете, когда мужчина знакомит тебя со своими друзьями, это же как экзамен. Мне очень хотелось им понравиться. Но наступного дня выявилось, что испит шекал на Лиду не только в особистом жизни. Ну, пожалуй, наверное, все-таки я возьму это платье. И не прогадайте. Кстати, на него сегодня скидка 50%. Да ладно? Да. О, как мне повезло сегодня. Только скажите об этом кассиру. А она что, не знает, что у нее скидки в магазине? Ну, не то, чтобы не знает. Просто вводится за ней такая практика. Скидки не пробивает. Ну, а разницу потом сами понимаете. Да ладно? Впервые слышу такое. Ну, хорошо, спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Прекрасный выбор. Спасибо. Мне тоже очень нравится это платье. Ах, да, и скидочку мне, пожалуйста, не забудьте про Вить. Я прошу прощения, но у нас сейчас в магазине нет скидок на товары. Как? А на это платье? Оно из новой коллекции, поэтому извините. Милочка моя, да я тебя насквозь вижу. Ты что, меня облапошить хочешь, а деньги себе прикарманить? Здравствуйте. Здравствуйте. Да, что происходит? Ну, вот эта барышня, она хочет мои деньги себе забрать, не делая скидку на это платье. Чим завершаться для Лиды неприемности на работе? Здравствуйте. 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 Какой-то, а не магазин. Ну, работнички. Девочки, вы меня вообще разорить хотите? С вами никакой прибыли. Слушайте меня. Аня, последнее китайское предупреждение. Аня прекрасно знала, что эти платья поступили к нам в продажу совсем недавно и скидок на них нет. Зачем она накрутила покупательницу, мне было непонятно. Попри негаразди на работе, в особистому житті Лиды все было чудово. На вихідних закохані поїхали в гости до друзей Игоря. Лида почувалась схвильованою. Чи зможе вона влитись в нову для себе компанію? Лид, познакомься, это моя Аленушка. А это Лида, девушка Игоря. Здравствуйте. Макс, я просила тебя не называть меня этим именем. Мне нравится. Провинция какая-то. А Игорь с Лидой в магазине работают. Ты эту красоту на распродаже нашел? Ален, начинай, пожалуйста. Так, знаете, давайте, наверное, вы присаживайтесь, познакомитесь поближе. Давай, пообщайтесь. А мы сейчас на секундочку отойдем. Давайте, господин, господин. Слушай, простите. Ну. И давно вы с Игорем работаете? Ой. Как неудобно получилось. Все, я ухожу. Лида, все нормально? Лида, ты куда? Лида, подожди, что случилось? Лида. Я не понимала, с чего вдруг эта Алена на меня так взъелась. Чем ей так не понравилось? Что такое? Это ты мне объяснишь, что такое. Почему Алена так себя со мной ведет? Ой, тихо, успокойся. Человек она такой, понимаешь? Каждую девушку, как свою конкурентку воспринимает. Я на Макса не претендую. И терпеть такое к себе отношение не собираюсь. Я понимаю, не надо терпеть ничего. Просто постарайся не обращать внимания на нее. Пойми, Макс мой друг, мы будем часто видеться. Поэтому, пожалуйста, найди с ней общий язык. Ну, пожалуйста. Хорошо. Ну, все, пойдем. Давай, ребята нас ждут. Пошли, пошли, быстрее. Давай. Да, я пообещала Игорю найти общий язык с этой стервой. А что мне оставалось делать? Он дорожил этой дружбой. И ради наших отношений я была готова пойти на компромисс. Наступного дня Лиді довелось вмовити Аню залишитись самі в магазине, щоб піти в аптеку за ліками. Вона почувалась зле після вчорашнього инциденту. Извините. Лида, почему тебя нет в магазине, как в рабочее время? Остана Викторовна, извините, я только на минутку в аптеку. Ничего, что я тебя полчаса заменяю. Так, хорошо. Давай, снимай мне всю кассу. Мне нужно сейчас деньги за аренду платить. Только быстрее, пожалуйста, я опаздываю. Давай, ну что ты там копаешься? Тут касса не сходится. Тысяча триста гривен не хватает. Да точно, сегодня не в себе. Как ты это объяснишь? Я не знаю. Деньги кто-то украл. Я когда выходила, ключ здесь оставляла. Так, послушай меня. Мне все равно, где они делись. Мне нужны деньги сейчас. Мне за аренду платить. У меня нет сейчас денег. Мне все равно. Давай мне деньги. Так, что за шум, Адрахиня? Да посмотри, опять в кассе не хватает денег. Сколько? Тысяча триста гривен. Возьми. Дурдом какой-то. Девочки, соберитесь. Поздравляю. Спасибо. Лид, что это такое? Я никак не могла понять, куда могли деться эти деньги. Конечно, Игорь мне показал, что может помочь мне в любой ситуации. Но если бы я только знала, как мне еще аукнуться эти тысячи триста гривен. Ситуация с изниклими грошима запевнила Лиду в том, что с Игорем стосунки в ней серьезные. И она решила, что парень должен переездить к ней, не ждать, пока выйдет Аня. Я не могу понять, как я раньше не замечала, что Аня такая завистница. Мне хотелось только одного, чтобы она поскорее нашла квартиру и съехала. Но, как выяснилось, Аня не очень успешала шукать себе новое житло. Было похоже на то, что она шукала новых неприемностей для Лиды. Ай! А-а-а! Ты что, Аня, нормально все? Ногой ударилась больно. Посмотри, пожалуйста. Я не разбираюсь. Тихо-тихо-тихо. Я наступаю. Давай, я тебе помогу. Не наступай на ногу, осторожно. Давай-давай, проходи. Это еще что такое? Аня что-то с ногой подвернула или стала неудачно? Я не разбираюсь. Ты думаешь, я совсем слепая? Не вижу, что она хочет тебя в постель затащить? Ты вообще уже... Так, все, девчонки, я в женских разборках и участвую. Истеричка ревнивая. Я пойду к себе в комнату. Значит так. Не к себе в комнату, а ко мне в комнату. И Игорь тоже мой. А у тебя есть три дня, чтобы найти новое жилье. То, как вела себя Аня после переезда Игоря, ни в какие ворота не лезла. Но мне и в голову не могло прийти, что ее желание мне насолить может зайти так далеко. Аня! Да-да. Три дня прошло. А я что-то не вижу, чтобы ты собирала свои вещи. Ты серьезно, что ли? Я думала, ты просто психанула тогда. Я абсолютно серьезно. Подожди, куда я сейчас пойду? Ты видела цены на квартиры? Давай, присядь и спокойно поговорим. Ну, погорячилась я тогда. С кем не бывает. Это еще что такое? Что это делает у тебя в комнате? Не начинай. Я снимала стирку. Может быть, случайно захватила. Слушай, мало того, что ты с ним флиртуешь, так ты еще и вещи его таскаешь. Зачем тебе понадобилась его футболка? Ну, а что, если он сам ее здесь оставил? Что? А то? Если ты получила повышение через постель, это не значит, что другие не могут воспользоваться тем же путем. У вас с ним что-то было? Я сказала только то, что я сказала. Убирайся. Прямо сейчас? Немедленно! Вон из моего дома! Я просто не могла в это поверить. Неужели Аня, чтобы отомстить, мне могла докатиться до такого? И это буквально у меня перед носом. Земля просто уплывала у меня из-под ног. Ввечері Игор повернувся додому и застав неочековану для себе картину. Эй, эй, малыш, ты чего? Чего? Что случилось? Эй, что? Убирайся, я не хочу тебя больше видеть. Подожди, что случилось? Посмотри на меня и скажи нормально. Что такое? Как ты мог? Я же тебе верила. Подожди, что случилось? А где Аня? Я выставила ее, и ты тоже убирайся. Понятно? Ты переспал с ним меня за спиной в моем же доме. Как ты мог? Это она тебе сказала? Да, я больше не хочу разговаривать. Уходи. Успокойся, успокойся. Тихо, тихо. Это все неправда. Сейчас все объясню. Иди, иди. Все хорошо. Все хорошо. Нельзя верить обозленность подругом. Все, все, все. Слова Игоря меня успокоили, и знаете, я ему поверила. Но, если честно, я ни капельки не пожалела, что выставила Аню вон. После бурхливого выселения соседки из квартиры, в Лиде в доме запанували спокойно и злагода. Как бы что так было и на работе. Девушка, пожалуйста, ваша. Подождите, в чеке написано 550, а там 300. Как это понять? Вот так вот деньги с карточеки пропадают, да? Так, 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 что происходит? Здравствуйте. Ой, начальство? Здравствуйте. Так, знаете, вот эта девушка воровка, она хотела меня обмануть. По компьютеру цена 550, а на ценнике 300. Вы, пожалуйста, успокойтесь, мы сейчас во всем разберемся. Вы покажите мне, где эту кофточку брали. Вот здесь. Да тут ценники перепутаны. Вот эта стоит 300, а эта 550. Интересно. А что на это скажешь с защитой прав потребителя, а? Девушка, вы, пожалуйста, успокойтесь. Давайте так уладим инцидент. Мы вам возвращаем 250 гривен и все. Пожалуйста, Лидочка, 250 гривен в кулечек. Все. Разницу вернем. Не волнуйтесь, пожалуйста. Извините еще раз, извините. Лида. Что это такое? Это ее рук дело. Это она специально ценники перепутала, чтобы меня подставить. У тебя паранойя? Девочки, вы мне уже вот где, понимаете? Вы мне так надоели. Что ни день, то ни приятность. Значит так. Я предупреждала, что буду увольнять. Предупреждала? Аня, свящай меня на выход. Так а я тут при чем? Уволена. Вперед. Лида, а тебе последнее предупреждение. Девушка, пожалуйста. Ваша покупка. Спасибо. Я почувствовала облегчение, когда Светлана уволила Аню с работы. Но тогда я даже не подозревала, насколько люди могут быть злыми и мстительными. Нарешті Лида почувалася спокійно вдома і на роботі. Аж раптом несподівана зустріч змусила її понервувати. А, так это ти. Я? Женщина, що вам треба? Мені треба, щоб ти оставила моєго сына в покій. Перестань ему морочити голову, в конце концов. Я не з кем-то путаю. Та не, дорога моя, не прикидывайся невинной овечкой. Небось на квартиру глаз положила. Какова квартира? В своем уме? Да я-то в своем уме. Я тебе, как мать говорю, я костми лягу. Но свадьбу з Игорем не буде. Ты поняла меня? Вы мама Игоря? Да, я мама Игоря. Так, может, мы зайдем и спокойно поговорим? Не, не, чем с тобой разговаривать. Чим завершиться для Ліди конфлікт з мамою Игоря? Після розмови з мамою коханого Ліда зрозуміла, їх із Игорем стосунки приречені. Крадіжки в магазині продовжуються. Хто намагається зруйнувати життя дівчини? Вы мама Игоря? Да, я мама Игоря. Так, может, мы зайдем и спокойно поговорим? Не, не, чем с тобой разговаривать. Я была просто ошарашена. Какая свадьба? Игорь об этом даже не заикался. А что, если его мама меня с кем-то спутала? У меня даже мелькнула мысль, что у него есть другая. Шокована неприємною розмовою з мамою Игоря, Ліда вирішила з'ясувати врешті-решт, що коїться. Привет. Ліда, че опять такое? Ігорь, а почему ты нікто не говорила о своїх родителях? Прямо сейчас хочеш об этом поговорити? Просто твоя мама приходила. Устроила мне грандиозний скандал і розказала багато чого інтересного. Например, чого? Ну, например, що я вертихвостка і що я позарилась на якую-то твою квартиру. У тебе що, правда, є квартира? Ну, є квартира в центрі. Мені, коли 16 років було, мама замуж вийшла. Я там один жить остался. Мамі тогда вообще не до мене було. Тоді я нічого не розумію. Тому ти мене туди не позвав? Мужчина обычно так поступає. Послушай, Ліда, я вже кажу, квартира в центрі, дуже дорога. І як раз іщу людей, щоб туди заселити. Я думаю, ми бісті могли бігати за кредит за твою квартиру. Правда? Ну, конечно. Я вже не знала, що думати даже. Мені стало так спокійно і радісно, що я вирішила не спрашувати у Ігоря о странних розговорах його мамы і о якій-то свадьбі. Я просто вирішила, що вона злилась і говорила всяку ерунду. Міжти на роботі в Ліди знов не гаразди. Саме під час її зміни зникли кілька речей. Аня не могла цього зробити, бо більше в магазині не працювала. Я не знаю, як так получилось. Я тебе предупреждала? Ти старший продавец. Ти отвечаєш за все в магазині, за весь товар. Ти несеш ответственность. За пропавшие вещи я вычитаю з твоїй зарплаты. Все. Відусь, привет. А Ігорюк де? Просто він мене позвонив, попросив помочь. У вас опять неприятности? Що-то вкрали? Ну ти не волнуйся. Це ж не главное. Главное – це личне счастье. А на личному фронту як? Та нормально все. Ігорюк не обіжаєт? Ігорюк нет. А вот родня його радуєт. В смысл? Та представляєш, вчера мама Ігоря на мене напала возле дому. Обвіняла, що я хочу охмурити її сіна і пообіщала, що у мене нічого не получится. Ну ти не бачиш, ну просто тетя Оля тільки одну девушку Ігоря воспринимала. Ты не волнуйся, все буде добре. А я поки пойду її тряду. Макс вместо того, щоб успокоити мене, напугав ще більше. І тепер мені було важливо узнать, о какой девушці он проговорився. Ігор пообіцяв, що ввечері на Ліду очікує сюрприз. І хоча останнім часом життя дівчини складалося з самих несподіванок, від яких вона вже втомилася, Ліда очікувала, що коханий її не розчарує. Привіт. Давай присаживайся. Ах ты. Ось тут ж действительно сюрприз. А що празднуємо? Сейчас все узнаєш. Ти вийдеш за мене? Як-то неожиданно. Ну так вийдеш или нет? Конечно, вийду. Давай. А теперь бери бокал. За нас. За нас. Ігор, а ти своєй мамі все-таки розказував, що хочеш на мене жениться? Нет, нічого не говорила. Ну, почему она тогда про свадьбу кричала? Ну, я нічого не говорила. Странно. Послушай, не забивай себе голову всякими дурными мыслями. У тебе свадьба на носу, о платье думай. Хм, платье. А платье я маму бы прошу шить. Она же у меня портниха. Ты б видел, какие она платья для салона. Ну, вот и отлично. Игорь, а раз у нас свадьба и все серьезно, Макс мне тогда говорил, что твоя мама только одну твою девушку воспринимала. Кого он имел в виду? Послушай, я не знаю, что это Макс себе напридумывал. Ты же знаешь, у него язык как помило. Давай. За нас. В тот момент я была просто счастлива, как и любая девушка, ставшая невестой. Все беды и горесты забылись в миг. И я хотела поделиться этой новостью с близким человеком. И я решила помириться с Аней. Лиді довелось докласти зусиль, чтобы вмовити Аню зустретись и поговорить. Та вона не была впевнена, что ця зустріч закінчится примирением. Да я сама виновата. Ты думаешь, я не понимаю? Я же из зависти тебе столько гадостей наделала и глупости наговорила. Ты ведь и правда больше заслуживала места старшего продавца. В общем, и ты меня прости. Аня, давай помиримся и все забудем. Договорились. А у меня новость. Я замуж выхожу. Да ладно. Игорь все-таки сделал тебе предложение. Молодец. Сделал. И я хочу у тебя спросить. Будешь моей свидетельницей? Я? После всего, что я... Конечно, конечно, я согласна. Слушай, а Игорь свою квартиру сдает. Хочешь посмотреть? А если тебе понравится, мы поможем найти компаньонку. Лучше компаньона. Договорились. Ну что, по магазинам? Пойдем. После того, как я с Аней помирилась, у меня на душе стало легче. Я подумала, что в моей жизни все наладилось и устаканилось. Но, как казалось, я рано радовалась. Домовившись із Аною подивитися квартиру Игоря, Ліда приїхала до місця зустрічі трохи раніше. Проте тут на неї очікував неприємний сюрприз. Пожалуйста, не ходи за мной больше. Ничего не выходи. Хорошо. Ты еще об этом пожалеешь. Ты еще не знаешь, с кем связалась. Все, все, все. Давай, давай. Игорь, кто она? Да. Что это все значит? Ну, это моя бывшая девушка Оксана. Не переживай, у нас с ней уже все давно кончено. Она все никак не успокоится. Игорь. Послушай, она тебе даже в подметки не годится. С самого ранку. вмешиваться в эту историю. Какую еще историю? Я ничего не понимаю. Ты знаешь, где Игорь и почему он не отвечает на мои звонки? Ну, после того, что ты сделала, Игорь вряд ли с тобой будет говорить. Ты о чем? Я не понимаю. Ты не понимаешь. Да что я должна понимать? Я пришла домой ни вещей, ни Игоря. И телефон он не берет. Ладно, пошли в квартиру, там и поговорим. Что вообще происходит? Ты же в курсе, что Игорь про все знает. Про что знает? С рассказа по телефону он знает, что ты сделала аборт. Ты что несешь? Какой еще аборт? Я не знаю, там какая-то квитанция пришла на твое имя, что ты в частной клинике сделала аборт. Да не делай я никакой аборт. Ты в своем уме? Что вообще происходит? Так, так, успокойся. Сейчас что-то успокоительное принесу. На, вот, держи. Макс, а это на фотографии ты с Игорем? И Алена с Оксаной? Да, это старая фотка. Года три назад на пикник ходили. Но, как видишь, Оксана еще с Игорем вместе. Кажется, мне становится что-то понятно. Макс, мне срочно нужно поговорить с Аленой. Где она? Ну где? На работе, в салоне. Ты можешь меня отвезти? Очень срочно. Я тебе все потом объясню. Ну да, конечно. Тут до меня дошло, что к чему. Я поняла, что Алена рассказала Оксане о наших отношениях с Игорем, и та начала мне пакостничать. Но мне нужны были доказательства. Ален, Алена, можно тебя? Так, что это значит? Ален, мне нужно с тобой поговорить. Тихо, не ори. Вообще, с какой такой радостью. Макс, я пошла, у меня клиентка. Алена, будь человеком. Игорь пропал, Лида все на нервах. Макс, а я чем могу помочь? Ален, мне нужно знать, что ты с Игорем рассказывала Оксане. Оксане? Да, ничего я не рассказывала. Макс, ты просил с ней общаться? Вот я и не общаюсь. Я не видела уже, наверное, сто лет. И вообще, все, разговор закончен. Я работаю. Я сходила с ума. Игорь пропал. У Алены толком выяснить ничего не удалось. У меня осталась одна надежда. Найти Игоря и поговорить с ним. Лида поехала до Игоря на квартиру. Надея зустріти коханого там. И переконати его повернутися. Постой. Что ты здесь делаешь? Давай поговорим. Да не о чем нам с тобой разговаривать. Ты нашего ребенка убил. Или он не наш был? Игорь, плянусь тебе, я не делала никакой аборт. И не было никакого ребенка. Да, конечно. Узнаешь? Квитанция на оплату аборта. Фамилия твоя. Сумма 1300 гривен. Сходится? Что сходится? Да то, что ты еще и воровка. Это ты тогда деньги из кассы украла. Видеть тебя больше не хочу. Игорь, постой. Когда Игорь ушел, мне казалось, что моя жизнь рухнула. Даже не верилась, что еще день назад я была счастливой невестой. Наступную ночь Ліда не спала. На ранок вона была у розпачи. И ладно знищити все, что нагадывало ей про разбитое счастья. Игорь, постой. Привет. Видели с Игорем? Вам удалось поговорить, а то я ему звоню, он трубку не берет. Макс, он мне не поверил. Все кончено. Так, ладно. Мы с Аленой едем на дачу. Собирайся, поехали с нами. Макс, какая дача? Ты в своем уме? Собирайся тихонько на дачу. Давай-давай, нечего дома сидеть, а то еще натвори что-то. Давай-давай-давай. Алена не дуже была рада гості, але не впустила можливости спихнути на неї приготовление вечерин. Ну так зови его и будем садиться. Ксюха? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ксюха? Друзья подсказали, отель шикарный, шикарный. Ты все наврала? Да ты с этой Оксаной специально заговорила, чтобы мне жизнь испортить, да? Да что я тебе такого сделала? Что, что ты меня так ненавидишь? Макс, успокой, а то ненормально. Ты что себе позволяешь? Лид, а что случилось? Чего ты взяла? Оксана только что звонила Алене. Пусть покажет телефон. Ты мой телефон брала? Алена, а ты стрелки не переводи. Ты с Оксаной говорила? Игоря обсуждала? Может, и говорила неделю-другую назад. А вообще она мне по делу звонила. Какому делу? Какие могут быть у вас дела? У нас с ней дел никаких нету. Она хотела узнать номер телефона хорошего гинеколога. Я ей дала. Отличная тетка и специалист. А врач ей зачем она не говорила? Блин, ты достал своими расспросами. Если тебе так интересно, сам позвони и спроси. Я в тот момент на нервах не обратила внимания на упоминание о гинекологе. А вот Макс не упустил этого. Он оказался настоящим профессионалом. Вже наступного дня Макс зателефонував Лиді и запитав назву клиники, с которой надошла квитанция за аборт. И в мовах встретись біля цього закладу. Макс, что мы здесь делаем? Мы пытаемся тебе помочь. Ладно, иди туда. Тебе надо на прием Кравцова и не Олеговня. Не понимаю, зачем мне к ней? Потому что эта квитанция попала Игорю от врача, у которой была Оксана. И что я должна узнать у этой врачихи? Она ж мне ничего не скажет. Я не знаю, эти женские штучки. Ну, попробуй поговорить с ней. Ну, понимаешь, любая информация здесь важна. Не знаю. Ты Игоря вернуть хочешь? Конечно, хочу. Ну так иди! Мне было страшновато ввязываться в эту авантюру. Я же не интригантка. Но я была готова пойти на все, ради того, чтобы разобраться в этой ситуации и доказать Игорю свою невиновность. Лиде удалось потрапить именно к этой лекарке. Но если на счастье это для девочки? Все у вас нормально, детка. Правильно, что ко мне зашли. Женщина должна заботиться о своем здоровье. А мне вас подруга очень советовала. Такая невысокая, светленькая. Вы ей помогли нежелательную беременность прервать на той неделе. Да-да-да, Лидочка. Вы же мужики-сволочи. Она так хотела этого ребенка, а он бросил ее, чтобы жениться на другую. Кстати, вы не знаете, кто горе отец? Нет. Там ему тоже не повезло. Спасибо. До свидания. От услышанного у меня подкашивались ноги. Оказывается, Оксана была беременна от Игоря. Хорошо, что я не вышла замуж за такого подонка. Просто подонок. Просто негодяй. Стоп, стоп, стоп. Подонок, какой же подонок? Объясни, что случилось? Макс, как я его могла любить? Скажи, как я могла любить этого подонка? Поподробнее кто подонок? Игорь твой. Она от него забеременела, сделала аборт, потому что он женится на мне. И ты считаешь, что история логична? Да, и деньги из кассы он тоже свистнул. Поэтому он так легко с ними расстался. Подумай, это не похоже на Игоря. Все вы, мужики, одинаковые. Ты его еще защищаешь? Ненавижу вас всех. Подожди. В тот момент мне казалось, что я не смогу поверить ни одному мужчине. В Лиде стався справжний нервовый взрыв. Тому вона взяла лекарняный и была вдома. И самая Аня не залишила подругу в беде и была поруч. Но выяснилось, что за Лиду хвилювалась не только подруга. Ну нельзя так. Давай поешь. Спасибо, Аня, не лезет. Тебе уже второй день не лезет. Зачем ты себя гробишь? Нахуй чай выпей. Не хочу. Кто там? Макс, четвертый раз уже звонит. Может, ответишь? Держи. Я тебя понимаю. Но наверняка что-то важное. СМС-ка. Ты как хочешь, а я посмотрю. Приезжай срочно через час. Это очень важно. Значит так, я не позволю тебе прятаться от проблем под одеялом. Это мои проблемы, и мне решат, что с ними делать. А ты моя подруга. И ты сейчас встанешь, оденешься и поедешь туда. Давай, если нет, я тебя силой потащу. Сдаем. Вот ручка. Я была уверена, что Макс будет снова пытаться оправдать Игоря. А мне не нужна была очередная ложь. В тот момент я даже не подозревала, что узнаю, на какую подлость способны некоторые люди. Максим чекав на нее біля будинку. Ліда в своєму стані навіть не помітила, що він виглядав знервованим. Максим, что ты еще хочешь мне рассказать? Я не выдержу очередного вранья. Говорить буду не я. Значит так. Ты сейчас узнаешь всю правду. Только одно условие. Сидеть тихо и не высовываться. Поняла? Хорошо. Пошли. Тише. Ты можешь мне объяснить в конце-то концов? Это совсем уж напоминало какие-то глупые шпионские игры. Но я была как в тумане, и у меня не было сил спорить. Нужно было идти до конца, раз уж согласилась приехать. Максим чемусь не повів дівчину до квартиры. Вони зупинились на сходах біля поверху, де він жив. Лідуна сторожила дивна поведінка хлопця. Ей здавало ще цей кейсь розіграш. Смотри, это скрытая камера, которая находится у меня в квартире. Ты уборолась за своего мужчину? Ну, уборолась бы. Ну, вот и не решила побороться за Игоря. Ты рассказала мне о ней. Я быстро пошла посмотреть в магазин, что там за чудо-юдо. Да, ну, а там же рядом ключи и кассовый аппарат, сама понимаешь. Подожди, только не говори, что ты полезла в кассу. Ну, послушай, на войне как на войне, ты сама понимаешь. Она у меня мужика украла, а я у нее деньги. Ну, ты мать даешь. А, кстати, о матери. Я маму Игоря очень хорошо накрутила. Я думаю, она ей там дала жару. А, и, кстати, контакты, которые ты мне давала гинеколога, я когда ходила аборт делать, я представилась ее именем. Тебе не кажется, что это слишком? Слишком? Я так не думаю. Вот как раз это Игорь ей никогда не простит. Теперь он будет мой. Эта дрянь просто играючи сломала мне жизнь. После увиденного я хотела одного – вцепиться ей в лицо. Так, с меня хватит. Я убью ее. Я убью кого-нибудь. Отойди. Где она? Я ее сейчас убью. Где она? Ты гадина. Ты испортила мне жизнь, я тебе испорчу как минимум лицо. Ты сейчас ползеноплатишь, понятно? Да убери от тебя, это ненормально. Успокойся. Так убери ее, чтобы ноги ее здесь не было. Ксюша, идем. Я тебе Игоря не отдал. Значит так, к Игорю не приближайся. На статью ты уже наговорила. Тише, 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 тише. Спокойно, спокойно. Сядь, 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 сядь. Все кончено, успокойся. Да, Макс, ты прав, все кончено. И у меня, и у Игоря. Спасибо тебе. Я пойду. Все хорошо? Да, все хорошо. Все случилось так быстро, что я плохо понимала происходящее. Осознавала только одно. Совершенно чужой человек сломал мне и Игорю жизнь. Просто так. Из-за ревности, из мести. Ліда кілька годин блукала містом, щоб трохи заспокоїтись. И повернулась додому с твердым решением. Починати новое життя. Ліда, ты почему трубку не брала? Я сколько тебе звонила? Что там было? Ань, прости, у меня просто сейчас нет сил. Давайте я завтра все расскажу. Что значит завтра? Я же волнуюсь. Ань, у меня к тебе просьба. Выбрось это прямо сейчас. Как это выкинь? Да что там было в конце концов? Ань, просто выкинь и все. Подруга, мне кажется, с платьем ты поторопилась. Ну я же просила. Ліда. Ліда, мне Макс показал видео. Прости, пожалуйста, что я себе не поверила. Ліда, я понимаю, что я виноват перед тобой, но вы сможете меня простить и согласишься выйти замуж? Конечно, соглашусь. Эу, влюбленная, может вы подождете, пока я выйду? Да нет, оставайся. Ань, не оставайся, она совсем. Мне кажется, я скоро переезжаю. Мы с Игорем выстрадали свое счастье. Впереди у нас была целая жизнь, чтобы научиться доверять друг другу. Эта история научила нас самому важному. Между любящими людьми не должно быть тайн и недомовок. И тогда никто не сможет сломать ваше счастье. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...